Всем привет! Недавно в одной из наиболее многообещающих игр прошлого года вышло очень крупное обновление. Обновление Monolith для игры Paragon радикально изменило практически всё, что в ней было. Признаться, когда я только увидел Paragon почти год назад, мне показалось, что он взлетит благодаря крутой графике. К тому же игра выходила под грифом Epic Games, что лично для меня уже стало гарантом качества. Вступительный ролик был настолько впечатляющим, что я, недолго думая, решил приобрести набор раннего доступа. По-моему, как раз после этого случая я зарёкся никогда больше не смотреть на игры с ранним доступом, хотя все мы любим потанцевать на граблях. Я сыграл не больше десяти матчей и начал понимать, что игра не такая захватывающая, как я того ожидал. Она оказалась ещё слишком сырой и скучной на тот момент, и никаким графоном и не пахла. Разработчики тогда ограничили графические элементы вместо того, чтобы тратить многие часы на оптимизацию. В общем, игра была оставлена мной до лучших времён, и похоже, что эти времена наконец настали. Для начала я расскажу вам о том, что вообще из себя представляет Парагон. Это экшен-моба со сражениями пятеро против пятерых. В отличие от классических моба с видом сверху, здесь вы играете от третьего лица, то есть камера всегда следует за вами. В играх с видом сверху зачастую намного лучше видно карту и своё окружение. Однако здесь вам придётся чаще крутить головой и постоянно следить за картой, чтобы не пасть жертвой очередного ганка. Кроме того, благодаря трёхмерному окружению, иногда в боях вам также придётся смотреть вверх, ибо некоторые герои обладают умением взмывать в воздух. В целом же остальные черты этого жанра сохранились такими же, и суть игры не поменялась. Вам необходимо уничтожить ядро вражеской базы любыми возможными средствами. А под средствами я понимаю, естественно, опыт и янтарь, местный заменитель золота, за который вы приобретаете предметы. Хотя вместо предметов тут используются карты, но к этому мы ещё вернёмся. Когда вы в первый раз запускаете игру, вас встречает краткий, но подробный обзор последнего обновления. Хочу обратить внимание на то, что он очень качественно сделан и полностью озвучен на русском языке. Помимо последних изменений, в этом ролике вам также расскажут про основные азы игры и жанра в целом. Одним из самых значительных обновлений является карта. Размер карты был уменьшен, и теперь она не такая прямолинейная, поэтому к ней стали применяться те же правила, что и в большинстве других моба. То есть для каждой команды появились так называемые оффлейн и сейфлейн. Тем самым игра всё ближе подходит к разряду соревновательных, что просто не может не радовать. Вместе с картой изменился и весь лес. Например, если раньше в лесу можно было спрятаться в так называемых кустах, то на данной стадии игры разработчики решили заменить их стеной тумана. Такая стена не преградит вам путь, но скроет из виду любого, кто пройдёт через неё. Это в первую очередь должно сподвигнуть игроков чаще атаковать другие линии. Кроме того, в лесу и на базе появились прыжковые платформы, с помощью которых вы сможете быстро перемещаться из одного места в другое. Что же касается лесных обитателей, то, как вы видите, их ещё не до конца доработали, но некоторые изменения уже имеют место быть. Во-первых, помимо кемпов с обычными мобами, за которых дают только опыт и янтарь, появились и кемпы с бафами. То есть при убийстве определённых монстров, которые отмечены на карте различными цветами, вы можете получить соответствующий баф. Эти бафы помогают в первую очередь ганкерам, чтобы они приходили на другие линии под усилениями и помогали убивать противников. Также в лесу обитает местный босс, за убийство которого вы получите очень мощное усиление на всю команду, что даст вам значительное преимущество на короткое время. Во-вторых, вместо ранее непонятных башен, которые нужно было захватывать в первых версиях игры, сделали по одному янтарному каналу для каждой команды. Эти алтари сами по себе ничего не делают, но они заряжаются, когда вы убиваете лесных монстров. Если вы подойдёте к заряженному алтарю, то получите бонусные ресурсы. Однако если враг атакует алтарь вашей команды, то он сворует накопившийся у вас янтарь, поэтому не забывайте время от времени его проверять. Но что же это за ресурс вообще? Вначале я сказал, что янтарь, он же очки карт, выступает здесь в роли золота, за которое вы покупаете предметы. На самом деле, вместо предметов здесь используется некая система игровых карт а-ля Magic the Gathering. Все карты разделяются на пять различных категорий порядок, интеллект, порча, ярость и рост. Каждый герой использует по две определенные категории, а также есть универсальные карты, которые подходят всем героям сразу. В главном меню вы можете настроить карты по своему вкусу, то есть сделать своего рода билды, чтобы потом их использовать непосредственно в матчах. Максимальное количество собственных колод изначально равно пяти, если вы только не решитесь купить дополнительные ячейки. Честно говоря, первое время разбираться в этом совершенно не хочется, но от игрока этого и не требуется. Теперь в игре есть кнопка автозакупки, которая будет приобретать за вас карты из базового набора при выходе на поле боя. Однако я думаю, что немного поиграв, вы начнете понимать, насколько простая и понятная эта система, и сами станете составлять собственные колоды. Но мы еще не добрались до самого главного, что нас больше всего интересует в играх этого жанра – герои. Разработчики постепенно добавляют новых героев, и на данный момент всего их 26. Я бы сказал, что это не так уж и много для мобы, но с другой стороны проблем с балансом тут быть не должно. Каждый из героев обладает определенным набором способностей, состоящий из основной атаки, трех умений и ультимейта. В основном герои делятся на ближний бой и дальний бой, но, как и всегда, здесь есть живучие танки, сильные керри и лесники. И хотя все герои уникальны, к каждому из них привыкаешь уже за пару-тройку игр. А если вы откроете мастерство героя, то вы постепенно сможете получать для него бонусы, вроде новых скинов или эмоций. Также скины можно приобретать в местном магазине за монеты. Вообще в игре присутствуют два типа валюты – репутация и монеты. Репутацию вы получаете, когда просто участвуете в матчах, а вот монеты вы можете получить только при повышении уровня или же приобрести за кровно заработанные денежки. За монеты можно купить практически все, а за репутацию вы можете получить только мастерство героя, о котором мы говорили, или различные наборы карт. Но, пожалуй, хватит сухой информации. Давайте лучше рассмотрим преимущества и недостатки. Пожалуй, основным минусом игры является то, что она находится на стадии открытого бета-тестирования. А как нам известно, бета-тесты могут длиться месяцами или даже годами. Например, все обычные лесные мобы выглядят одинаково и никого не атакуют, если их не трогать. Лишь недавно в игру добавили рапторов, которые, как ни странно, не отличаются умом и сообразительностью. Также к недостаткам я бы отнес необходимость приобретения карт. По правде говоря, я пока еще не знаю, насколько сильно различные карты могут повлиять на геймплей, но я никогда не был сторонником того, чтобы в такой игре нужно было что-то фармить. Все-таки в соревновательной игре все должны быть изначально равны. Наверное, можно было бы придраться еще к парочке мелочей, но должен сказать, что парагон изменился в лучшую сторону. Динамика боев значительно выросла, благодаря чему сражения стали очень захватывающими. В игру были добавлены еженедельные задания, за которые вы получаете бонусные карты. В главном меню вас встречает по-настоящему классная и приятная музыка. К тому же совсем недавно в игру добавили нового героя, Серафиму, бойца ближнего боя. А на момент публикации этого видео должен уже выйти еще один, судя по информации в главном меню. Если вам уже поднадоели однообразные моба, то советую вам попробовать обновленный парагон, учитывая, что он доступен совершенно бесплатно. На этом у меня все, если вам понравился обзор, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на патреоне, а также подписаться на нас на ютубе и вконтакте. Картка все ближе подходит к разряду соревновательных, что просто не может не радовать. Вместе с картой изменился и весь лес. Например, если раньше в лесу можно было спрятаться в так называемых кустах, то на данной стадии игры разработчики решили заменить их стеной тумана. Такая стена не преградит вам путь, но скроет из виду любого, кто пройдет через нее. Это в первую очередь должно сподвигнуть игроков чаще атаковать другие линии. Кроме того, в лесу и на базе появились прыжковые платформы, с помощью которых вы сможете быстро перемещаться из одного места в другое. Что же касается лесных обитателей, то, как вы видите, их еще не до конца доработали, но некоторые изменения уже имеют место быть. Во-первых, помимо кемпов с обычными мобами, за которых дают только опыт и янтарь, появились и кемпы с бафами. То есть, при убийстве определенных монстров, которые отмечены на карте различными цветами, вы можете получить соответствующий баф. Эти бафы помогают в первую очередь ганкерам, чтобы они приходили на другие линии под усилениями и помогали убивать противников. Также в лесу обитает местный босс, за убийство которого вы получите очень мощное усиление на всю команду, что даст вам значительное преимущество на короткое время. Во-вторых, вместо ранее непонятных башен, которые нужно было захватывать в первых версиях игры, сделали по одному янтарному каналу для каждой команды. Эти алтари сами по себе ничего не делают. Всем привет! Недавно в одной из наиболее многообещающих игр прошлого года вышло очень крупное обновление. Обновление Monolith для игры Paragon радикально изменило практически все, что в ней было. Признаться, когда я только увидел Paragon почти год назад, мне показалось, что он взлетит благодаря крутой графике. К тому же, игра выходила под грифом Epic Games, что лично для меня уже стало гарантом качества. Вступительный ролик был настолько впечатляющим, что я, недолго думая, решил приобрести набор раннего доступа. По-моему, как раз после этого случая, я зарекся никогда больше не смотреть на игры с ранним доступом, хотя все мы любим потанцевать на граблях. Я сыграл не больше десяти матчей и начал понимать, что игра не такая захватывающая, как я того ожидал. Она оказалась еще слишком сырой и скучной на тот момент, и никаким графоном и не пахло. Разработчики тогда ограничили графические элементы вместо того, чтобы тратить многие часы на оптимизацию. В общем, игра была оставлена мной до лучших времен, и похоже, что эти времена наконец настали. Для начала я расскажу вам о том, что вообще из себя представляет Парагон. Это экшен-моба со сражениями пятеро против пятерых. В отличие от классических моба с видом сверху, здесь... но они заряжаются, когда вы убиваете лесных монстров. Если вы подойдете к заряженному алтарю, то получите бонусные ресурсы. Однако, если враг атакует алтарь вашей команды, то он сворует накопившийся у вас янтарь. Поэтому не забывайте время от времени его проверять. Но что же это за ресурс вообще? Вначале я сказал, что янтарь, он же очки карт, выступает здесь в роли золота, за которое вы покупаете предметы. На самом деле, вместо предметов здесь используется некая система игровых карт, а-ля Magic the Gathering. Все карты разделяются на пять различных категорий – порядок, интеллект, порча, ярость и рост. Каждый герой использует по две определенные категории, а также есть универсальные карты, которые подходят всем героям сразу. В главном меню вы можете настроить карты по своему вкусу, то есть сделать своего рода билды, чтобы потом их использовать непосредственно в матчах. Максимальное количество собственных колод изначально равно пяти, если вы только не решитесь купить дополнительные ячейки. Честно говоря, первое время разбираться в этом совершенно не хочется, но от игрока этого и не требуется. Теперь в игре есть кнопка автозакупки, которая будет приобретать за вас карты из базового набора при выходе на поле боя. Однако я думаю, что немного поиграв, вы начнете понимать, насколько простая и понятная эта система, и сами станете составлять собственные колоды. Вы играете от третьего лица, то есть камера всегда следует за вами. В играх с видом сверху зачастую намного лучше видно карту и свое окружение. Однако здесь вам придется чаще крутить голову и постоянно следить за картой, чтобы не пасть жертвой очередного ганка. Кроме того, благодаря трехмерному окружению, иногда в боях вам также придется смотреть вверх, ибо некоторые герои обладают умением взмывать в воздух. В целом же остальные черты этого жанра сохранились такими же, и суть игры не поменялась. Вам необходимо уничтожить ядро вражеской базы любыми возможными средствами. А под средствами я понимаю, естественно, опыт и янтарь, местный заменитель золота, за который вы приобретаете предметы. Хотя вместо предметов тут используются карты, но к этому мы еще вернемся. Когда вы в первый раз запускаете игру, вас встречает краткий, но подробный обзор последнего обновления. Хочу обратить внимание на то, что он очень качественно сделан и полностью озвучен на русском языке. Помимо последних изменений, в этом ролике вам также расскажут про основные азы игры и жанра в целом. Одним из самых значительных обновлений является карта. Размер карты был уменьшен, и теперь она не такая прямолинейная, поэтому к ней стали применяться те же правила, что и в большинстве других моба. То есть для каждой команды появились так называемые оффлейн и сейфлейн. Тем самым игры... Но мы еще не добрались до самого главного, что нас больше всего интересует в играх этого жанра. Герои. Разработчики постепенно добавляют новых героев, и на данный момент всего их 26. Я бы сказал, что это не так уж и много для мобы, но с другой стороны проблем с балансом тут быть не должно. Каждый из героев обладает определенным набором способностей, состоящий из основной атаки, трех умений и ультимейта. В основном герои делятся на ближний бой и дальний бой, но, как и всегда, здесь есть живучие танки, сильные керри и лесники. И хотя все герои уникальны, к каждому из них привыкаешь уже за пару-тройку игр. А если вы откроете мастерство героя, то вы постепенно сможете получать для него бонусы, вроде новых скинов или эмоций. Также скины можно приобретать в местном магазине за монеты. Вообще в игре присутствуют два типа валюты – репутация и монеты. Репутацию вы получаете, когда просто участвуете в матчах, а вот монеты вы можете получить только при повышении уровня, или же приобрести за кровно заработанные денежки. За монеты можно купить практически все, а за репутацию вы можете получить только мастерство героя, о котором мы говорили, или различные наборы карт. Но, пожалуй, хватит сухой информации. Давайте лучше рассмотрим преимущества и недостатки. Пожалуй, основным минусом игры является то, что она находится на стадии